А есть какие-то рекомендации, кто вам нравится из ныне живущих или какие-то литературу, психологи? Никого не смотрю, никого не слушаю. А вот психологическое образование это было еще до того, как вот это все? Ну конечно же, первые разы, когда я пошла на второе образование психологов, это же я пошла себя раскрыть, когда идут психологами, как правило идут каким-то, чтобы себя что-то там скрыть, это же свой запрос, а второе, когда я получала уже, мне уже было интересно, то есть я уже вошла в определенное состояние, то есть мне уже хотелось что-то больше, я проходила курс Лакана, Лакана, Фрейд, вот эти вот, да, которые говорят, что ой, он такой, там такая глубина, которую большинство даже не считывает, там вообще не про секс, там вообще не про это, там именно, просто единственное, что очень тяжело, что у Лакана практически нет перевода, то есть книг в переводе, у него очень хорошие книги, именно вот там на немецком, там все на каком-то, они действительно вот такие. Но в оригинале читается? Нет. Светлана, давай вот эту тему секса тоже раскроем, если тебе интересно, удобно, вот если есть, ну конечно, свой опыт, и если есть понимание, например, кто-то рассказывал о мужской опыте, о мужской путь в этих состояниях. Смотри, если говорить про секс, то в какой-то определенный момент вот эти вот физические шорканье, они отваливают. То есть секс ради секса, ради физики его уже не хочется. Но это не говорит о том, что не хочется близости с человеком, через которого ты наполняешь, которому ты можешь дать наполнение. И когда ты идешь уже со своим партнером, которого ты чувствуешь, то ты становишься этим партнером, а партнер становится тобой. И тебе не нужно говорить, что тебе хорошо или что тебе не очень. Вы автоматически, получается, как дополняете друг друга, как переливаетесь из одного в другого. И женщина тогда становится вот этим мужчиной, а мужчина становится этой женщиной. И это уже, как бы там физическое проникновение тоже есть, но это вообще про другое. Это, ну, как бы сложновато, это, наверное, словами, но у тебя уже такого нет, там, ого, смотри, какой красавчик, там, я бы его, там, с ним бы переспал. То есть такого уже нет. Ты уже на него не смотришь, как на сексуальный партнер. У тебя нет уже в твоем рационе, нет, как сексуальный партнер. У тебя уже есть как твое дополнение, твое, твое дополнение не потому, что ты не цельный, а потому, что твой пазл. Ты собираешь свою картину мира, и в твоей картине мира есть точно такой же цельный со своей картиной мирой, где вы пазлами объединяете ваш мир. Вот это тоже про другое. Вам не нужно дополнять друг друга. А вы из изобилия уже переливаете друг друга вот это вот все. Света, а вот сон с какого момента становится другим? Ну вот отваливается, или вот есть еще такое практике, как осознанное сновидение? Ну сон это же, смотри, вообще с какого момента, это для каждого разный момент, я сейчас просто расскажу, как я сейчас воспринимаю сон. Он может измениться в каком-то времени, но просто сейчас я воспринимаю как, что ты, сон, это что, ты же спишь. Ты же понимаешь, что спишь ты. Просто ты себя уже четко ощущаешь без физического тела. И когда ты себя ощущаешь без физического тела, то у тебя автоматически ты сам себе позволяешь немножко больше. То есть ты позволяешь себе летать. Ты позволяешь себе взять какой-то предмет. Потому что у тебя идет на подкорочке, что это как бы другая реальность. Другая реальность, вот это ты себе позволяешь больше. Ты можешь увидеть какие-то процессы. Но когда ты начинаешь стирать эту грань, что сна нет, это и я здесь, и я здесь. Просто здесь я себя идентифицирую через тело, через знакомые шторы, через знакомые голоса, через знакомое имя. И здесь я понимаю, что я здесь. Но ты потом уже просто понимаешь, что я здесь просто в физике нахожусь. А там без физики. Если тебе что-то нужно из того пространства, ты очень легко можешь перетащить его в то пространство, где есть физическое тело. Грань стирается сна. Но пока грань не стерта, ты можешь видеть какие-то процессы, которые в плотности с физическим телом будут реализовываться. То есть если когда грань стирается, по сути дела сон в обычном виде он... Ты уже как бы не спишь, ты уже просто... Ты уходишь как бы в себя... Не то, что не замечаю. Ты уходишь в себя, осознавая, что я есть я, просто пока сейчас вне физики. То есть ты можешь себя наблюдать, как ты спишь, в какой позе там, например, с кем. А там уже на определенных этапах у тебя уже либо их нет, либо они бывают именно редкими по запросу, причем не только твоему, а кому-то. То есть если кто-то из твоих близких, например, ему нужна какая-то информация, чтобы не залазить в его поле, оно может прийти через сон. То есть там же минутка-две можно только во сна. То есть то, что я тебя увидела, ты же был не мой запрос, я же тебя не увидела, что мы познакомимся с каким-то человеком. Мы каждый день с людьми знакомимся. А я именно увидела, что будет человек у Ирины. Я ей сказала, будет вот ты вот, все, он же все рядом. А какой он? А Джон Блинсон, не могу, говорится, помните. Это во сне пришло? Да. То есть какие-то послания приходят, да? Это не мой был запрос, это был Ирина запрос. Просто я ей... Да, просто когда мы разговаривали, я говорю, он уже есть, и он где-то рядом. То, что вы не можете увидеть друг друга, потому что не прошли, каждый не прошел какого-то определенного момента. И это же ты своего человека встречаешь, ты можешь его встретить на неделю, можешь встретить на месяц, а можешь встретить на год. Можешь встретить на 100, на 1000 лет, неважно. Пока вы будете, пока... Смотрите, энергия мужчины и женщины, они немножечко как бы разные. И когда вот эта мужская и женская энергия, они как бы как закручиваются, вот этот в единую спираль, и получается, что вот у женщины вот у нас спираль, да? Вот такая, и мужчины такая. Когда они закручиваются вместе, у них получается объем. Они идут в объем, в расширение вдвоем уже. И пока они идут в расширение, они вместе. Как только они понимают, что кто-то куда-то не проходит по каким-то причинам, не хочет развиваться, ну так, образно, да, назовем развиваться, не хочет что-то осознавать, не хочет о чем-то думать, там, еще что-то, то они уже начинают как бы зацепляться друг за друга, и им нужно разойтись. Это не страшно расходиться. Но пока вы вдвоем, вы только так можете расширяться. И когда вы слышите, ну так, образно говоря, слышите друг друга, вы вот максимально идете в расширение, ваш этот круг, он безграничный. Вы расшириться можете хоть как. Хоть так, хоть так, то есть все ваше пространство. Вы занимаете все пространство этого пространства. И это и есть, когда вы даже не про дополнение, а про изобилие. Потому что один человек, одна женщина или один мужчина, у него есть своя орбита. То есть он все равно может, например, ну вот он туда пошел, туда. Он тоже может везде, но он вот так вот идет. А когда уже идет с мужчиной, то это все, это занимает все пространство. Это уже объединение от энергии идет. Свой радиус, да? Да. Свой радиус. То есть ты и мужчиной, и женщиной можешь познать все. Но ты можешь вот это познать как точечно, да, вот так вот. А когда вы вдвоем, тебе не нужно все познавать. Ты можешь через него увидеть вот это. Он может через нее увидеть вот это. Ему не нужно во всех уголках быть, так образно говоря. Получается сон вот опять. Сон. Пошли спать. Пошли спать. Где сон? То есть в принципе необходимость его, она уходит. Так ее нет необходимости. То есть это просто тело иногда идет на перезагрузку. Спить-то мы же думаем, что нам нужно поспать, и нас начинает рубить, потому что, во-первых, телу нужно подочиститься от каких-то процессов, которые были в течение дня. Чаще всего это были в течение дня. Чаще всего это еда, да. Если какой-то был день, где тебе нужно, если какой-то был там морально тяжелый день, да, с кем-то ты там взаимодействовал, то тоже это идет через сон. Но не потому, что мозг-то не отключается во сне. Понимаешь? И когда в обычном состоянии тебе не получается не спать, не уйти от сна. Потому что мозг тебе говорит, нам нужно отдохнуть. Что происходит во сне? Когда ты как бы отключаешься, то мозг начинает работать в 10 раз больше. Он тело укладывает, чтобы самому запустить эти процессы. Почему человек во сне стареет в обычном состоянии? Потому что мозг начинает вот так вот, на это же нужна энергия. И ты, получается, очень часто встают люди разбитыми. А когда ты в обычном состоянии, в естественном, так скажем, на минимальном питании. Я не говорю даже на беспитании, а на минимальном питании, если ты. То ты уже отдыхаешь, тебе мозг не нужен. Когда ты знаешь, кто я есть, когда тебе не нужно пользоваться мозгом, когда ты просто живешь, тогда ты можешь спать в общем, в общепринятом состоянии сна. Тогда у тебя отдыхает тело, потому что мозг не задействовал. И когда у тебя отдыхает тело, ты, я, существуешь у всех мира, где ты можешь всю информацию брать, которая тебе на данный момент для чего-то нужна. Не задействовав мозг. Было интересно, ничего не понятно, но очень интересно. Нет, все понятно. Ну, такие вот вещи, которые ты говоришь, неужели это можно, не задействовав мозг, осознать? Конечно, ты осознаешь, если ты через мост, ты никогда это не осознаешь. Именно вот эти вот осознания, когда, ой, я это осознал, ты это понял. Но у тебя это не щелкнуло. У тебя нет этого, что ты так... О, вот у вас же бывает, вот вам кто-то говорит, вот это, вот это, вот это. Все, это когда в тебя, как молния, проходит через чувствование. То есть вот эти вещи глубокие, которые ты говоришь, это вот эти молнии в тебе... Ну, да. Ты это осознала, правильно? Да, да. Ты уже становишься этим осознанием. Света, давай топ-троечку каких-нибудь таких прям советов ценнейших. Честность. Честность, это я понял. Честность, это прям вот вообще. Самое. Да, честность и побольше чувствование. Чувствование, это не то, что, так, все, я обратно возвращаюсь в себя, я буду сейчас смотреть, как я хожу, как я сижу, какие у меня ощущения. Нет, это через честность приходит чувствование. Когда ты себе почестный говоришь, мне вот так вот хорошо. Не потому что, а просто. И когда ты понимаешь, что тебе действительно хорошо, это всегда для тебя. Это всегда для тебя. Для тебя плохо не может быть. Как говорят, ну вот если бы всем все разрешено было, там бы все переубивали друг друга. Человек не может навредить кому-то, если он живет собой. Для него это не... Он не получит от этого удовольствие. Он может получить удовольствие только от удовольствия кого-то другого. Смотрите, мы же никогда не делаем подарки для кого-то. Мы же всегда делаем подарки для себя. Нам что хочется? Нам хочется сделать самый крутой подарок кому-то, да? Вот какому-то близкому человеку. Ты на него копишь, там его ищешь, еще что-то. Но для чего ты это делаешь? Чтобы увидеть его эмоцию. Когда ты ему даришь, он такой... Ооо, как? Вот, ты за этим пошел. Подарок ему. Не чтобы... Ну как бы, и чтобы ему было хорошо, но это же через ему хорошо ты наполняешься. Так вся жизнь проходит. Когда ты идешь через... Когда ты идешь, чтобы сделать кому-то прям клево, ты этим можешь наполнить только этим. Когда ты идешь, чтобы себе урвать, то ты так всю жизнь живешь, чтобы урвать себе для себя что-то, кусочек самого себя. Поэтому всегда, если что-то отдавать, да, пожалуйста, если что-то это, ну и клево. Ну, у меня это дети там, я не буду учиться. Я говорю, да клево же, что говорю, картонки найдем, рядом с бомжом сядешь. Там же такая жизнь, все время свежий воздух, еда там. Ну, никаких проблем. Говорю, тоже кайф. Ну, почему? Тоже кайф. Это же... Пожалуйста, твой выбор. Всегда твой выбор. Можешь жить вот так вот. Я тебе просто показываю, каким образом в жизни я живу. Хочешь так жить, тебе нужно произвести определенный ряд действий. Если ты не хочешь этих действий, то у тебя будет другой результат. Просто ты это по-честному должен себе признать, вот и все. Не обязательно тебе ставить цели, идти там, учиться в какие-нибудь, я не знаю, Гарварды. Нужно просто в Хоргвардс пойти, и все. Домашний. Домашний. Ко мне. Детям повезло. Можно еще про ретриты спрашивать, как это происходит? Вот смотри, как это вообще работает? Человек попадает туда, происходит ничего, все сидят, болтают, ничего не делают, а тут хлоп и накрывают. А там происходит все тоже очень просто. Когда человек приезжает на ретрит, он же приезжает, он чаще всего не осознает, что он туда. То есть ко мне приезжали на ретрит, даже бывало такое, что приезжал мужчина, приехал, он не знал, кто я. Когда начали знакомиться, у него прям такое, я вижу, что что-то там. Которого курить жена отправила. Да, которого жена отправила, чтобы он бросил курить. Она делает все, как бы курить бросит. Он приехал, он в шоке куда попал. Кто-то приезжал, чтобы там перед операцией, чтобы не делали операцию, чтобы там какие-то органы поставили на место. А по факту что происходит? Когда ты же видишь, то есть я еще раз повторяю, что когда человек мне рассказывает, я слышу не то, что он говорит, а я вижу, кто он есть. Я становлюсь, не то, что я вижу, я становлюсь тем, кем он есть. И когда я с ним начинаю разговаривать через него истинного, он не может не принять. Для него тогда идут глубочайшие осознания, через поболтушки, как ему кажется, идут глубокие осознания самого себя. И он понимает, что у меня вот это произошло, потому что я себе придумал, что мне вот так вот будет удобнее для вот этого и вот этого. Чтобы у меня брать какую-то болезнь, неважно какую-то, поменять работу, сменить круг общения, убрать какое-то заболевание, отрастить какую-нибудь конечность. Ты просто по-честному себе осознаешь, зачем мне нужна эта конечность, зачем мне нужна это заболевание, зачем мне нужна эта работа. И когда ты понимаешь по-честному, зачем тебе это нужно, а через самого себя истинного, который тебе вещает в лице меня, ты не можешь это не принять. И когда ты это осознаешь, ты уже либо принимаешь с этим дальше жить, либо идешь в новое. Ты уже по-честному идешь, ты уже по-честному понимаешь, что я здесь буду этим заниматься, да, я понимаю, что это не мы, но мне вот так вот пока удобно. И он понимает, когда он сможет переформатировать свою жизнь. Либо он уже идет и сразу же понимает, нет, мне действительно так уже не надо, я все-таки хочу вот это, да, мне будет, вот здесь вот это будет новое для меня, это будет еще что-то, но я уже в это пойду, потому что там уже неинтересно. Там уже всегда становится неинтересно, но ты уже по-честному либо там остаешься, но по-честному, либо идешь в следующее, у тебя не может быть по-другому. А в принципе страха не существует. Как я уже говорила, страх это мысль, в которую вы поверили, в которую вы придерживались, ее не существует, отпустите эту мысль. Если вы возьмете любую свою ситуацию в прошлом, которая была для вас страшна, и сейчас вы ее переформатируете на себя, вот сейчас, вам же она будет не страшна, потому что вы ее уже пережили. Потому что вы уже знаете, как из нее выйти, что будет, что там, что-то еще там. Ну то есть много моментов, которые вы уже понимаете, что это не так, но это опять через голову. А если вы понимаете, что страха не существует, то как вы можете бояться? Максимум, что вы можете сделать, это потерять это тело. И все. Но если вы приходите к осознанию, вам не обязательно быть, вы уже есть, вам не обязательно быть в этом физическом теле. Мы же держимся за физическое тело просто потому, что у нас глобальный страх, а что будет там? А есть ли там? А что там? Вот я сейчас живу, а там я умру. Нет. Тогда вы не боитесь каких-то моментов, которые могут вас убить. А когда вы не боитесь моментов, которые вас могут убить, то с вами либо эти моменты не случаются, либо уже нет этого страха. Ну то есть чаще всего мы же боимся, там не в старзанки прыгнуть, да, мы же все идем там. Я иду преодолеть свой страх, прыгнув в старзанки. А страх ведь не в старзанке, не то, что ты к своему телу так, вот это такое отношение. Это же страх в тебе, который ты начинаешь вуалировать про то, что я сейчас вот сделаю вот это вот, в старзанки прыгну там, еще что-то сделаю. Ты пытаешься через страх накрыть волной глубинного страха, чтобы тот нейтрализовать. А по факту нужно понять, от чего ты боишься. Мы же чаще всего боимся потерять какой-то статус в обществе, потерять своего близкого человека, потерять какие-то финансы. Мы же только этого боимся. Но если ты осознаешь, что ты не можешь ничего потерять, потому что этого у тебя ничего нет, то чего тебе бояться? У тебя нет близких людей. Ну как, то есть у тебя нет ни мужчины, ни женщины. Там, второй половин или как назвать. У тебя его нет. У тебя просто есть та энергия, с которой тебе сейчас просто кайфово. Но он не твой. Ты его не можешь потерять, потому что ты его никогда не приобрел. Ни мам, ни пап, ни родственников, ни детей. Дети это тоже отдельная единица. Просто до определенного момента ты просто за них ответственнее. Но ты его потерять, как такого не можешь, ты его позволил быть. Что такое родители? Роди тело. Ты рождаешь тело. Ты даешь ему дальше существовать. Но ты несешь ответственность. Но бояться потерять, ты же опять же не про него думаешь, когда ты будешься потерять. Даже ребенка. А про себя, как я буду без него. Вот я же столько вот всего. Это же идет на генетическом плане, что ты же его формировал как следующего себя. Тут раз и все. А если ты поймешь, когда ты поймешь, что он-то дальше существует, какой может быть страх? За него нет страха. За себя, ну блин, важность убери и все. Самое, наверное, главное препятствие, это вот важность, да? В каком бы то ни было процессе. Когда она накладывается на эту самую иллюзию обретения, либо потери. И как бы вот этот вот эффект того, что это можно якобы потерять, да? Хотя на самом деле, по сути, мы есть все здесь в этом плане, да? И ничего от нас... Ребят, ну смотрите, ну что мы можем потерять? Ну хорошо, но вот сейчас мы потеряем, вот не будут приходить деньги, вот эти вот шуршалки, как нам не будут приходить. Ну что? Ну блин, мы живем в таком месте, где можно просто поставить там палатку из говна и палок. И все. И так же будем кайфовать. Еще может быть больше. Ну что можно быть... Что можно вот это вот, не знаю. В этом мире нет ничего, что можно потерять. Потому что в нем ничего нет, кроме тебя. А мы себя часто... Почему мы боимся что-то потерять? Потому что мы себя же не обрели. Когда мы себя обретаем, что мы можем потерять? Все. Когда мы себя обретаем, мне кажется, выходит на первый план вопрос, что можно еще обрести, какое состояние. Да, да, как себя расширить. Не что там в качестве материального, а именно какое состояние, которое уже будет сопряжено с чем бы то ни было. Каким-то там положением географическим, твоим местом, например, или еще чем бы то ни было. То есть, наверное, вот эта внутренняя работа, которая перефокусируется именно на... Снимание уплоет внутрь. Там уже первичным и ценнейшим становится именно состояние и способность управлять этим, да? А способность управлять, тут же тоже, опять же, это будет уже не про контроль, а ты можешь управлять через чувствование. То есть, а я действительно этого хочу. Да, действительно, такой раз. И у тебя тут же начинает это все срастаться. А если ты понимаешь, что ты этого как бы хочешь, но чего ты там опасаешься, то ты себе либо признаешься, либо ты будь тогда в этом опасении, либо ты это опасаешься для чего? Чтобы убрали твой комфорт определенный. То есть, многие же женщины не могут, либо мужчины не могут найти себе вторую половину, не потому что они какие-то не такие, не такая фигура, не такая внешность, не такой возраст, еще что-то, потому что им неудобно это. Потому что нужно понимать, что там ты будешь делать еще больше для кого-то. А я же вроде как все для себя, мне же так удобненько. А тут нужно будет вот это сделать для кого-то, вот это сделать. А когда приходит осознание, что тебе хочется это делать для кого-то, то все, у тебя сразу же вырисовывается, сразу же твоя вторая половина, так называемая. А так, когда женщина не может найти, не бывает такого, не бывает. У каждого не бывает такое, что вот мой партнер умер, все, у меня уже никого нет. Тоже такого не бывает. У каждого есть его вторая половина. Просто многие живут не со своей вторым половиной, потому что так неудобно. Потому что страх присутствует, да? Да, ну страх, а вдруг я кого-то не найду, а вдруг я останусь один, а вдруг еще что-то. Мы сегодня вроде страх смерти проработали, да, с девочками, решили, куда мы на старости лет поедем. Да. В смысле на старости? Мы сейчас решили. Мы решили, что-то тянуть за время, видите? Сразу. Дом престарелых на Бали. Где молодые негры будут делать нам массаж. Может я с вами? Да, мы с вами начинаем строить. А можно мы вам будем массаж делать? А давайте все будут строить ретрит-центр, а мы дом престарелых. Или дом молодеющих. Молодеющих. Дом вечности можно открыть. О, да? Дом вечности. Он называется ретрит-касание вечности. Вы же можете в своем физическом теле жить хоть сколько, вообще не важно. Пока вы готовы в нем дальше продолжать что-то делать, то вы будете в нем жить вообще не важно сколько лет. А дальше уже открывается там понимание, да, видение того, что дальше? Каждый раз. Каждый раз? Да, каждый раз. Причем это видение, вот у меня, например, оно как волны. То есть я сначала себя должна раздать. Это всегда не сначала получить, а сначала раздать. На марафонах, на ретритах очень клево это делать. То есть себя до капли выжимаешь, и потом тебе раз, в течение двух суток, раз, и опять заполняешься новой информацией. То есть раньше, когда я начала проводить ретриты, я думаю, блин, вот я вот это вот все сказала, а что мне делать в следующий ретрит, если поедут эти же люди? Думаю, я же уже ничего нового не скажу. И когда меня в течение двух дней начинают накрывать, первый ретрит так прошел, второй. У меня нет ни единого ретрита, где я говорю одну ту же информацию. Ну что-то может быть там плюс-минус есть, но она всегда вот идет туда. И тебе каждый раз открывается все больше и больше. Все глубже и глубже. И все глубже начинают люди туда ехать, все больше такие. Чем больше отдаешь, тем больше наполняешься, расширяешься. Потому что только в пустой стакан можно что-то налить. Мне кажется, определенно каждый в сегодняшней беседе чувствовал, как Светлана говорит что-то именно про него. Конечно, да. Сколько у нас времени? Ой, уже девять, ребятки. Ладно. Спокойной ночи. Да, касание вечницы – это, конечно, интригующее. Спасибо вам. Спасибо вам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...